Новый год, новые правила. Так, введены изменения, которые коснутся водителей, в том числе и Ульяновской области. К примеру, теперь знак «Инвалид» утрачивает своё действие. Бесплатная парковка на места, предназначенные для инвалидов, станет доступна только после внесения сведений об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов. Подать заявление может сам инвалид или его законный представитель. Процедуру регистрации можно пройти двумя способами. Первое – это в электронном виде, как вы сказали, это через сайт Федеральный реестр инвалидов в ГИСФРИ и через сайт Единый портал государственных муниципальных услуг. И второй способ – это привычный людям, это нужно прийти в МФЦ и подать заявление. В пенсионном фонде данная услуга не оказывается, что не предусматривает административный регламент. Для подачи заявления в электронном виде человеку необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутификации, а также иметь подтверждённую учётную запись. Напомним, получить доступ к льготной парковке могут инвалиды 1, 2 и 3 групп. Степень ограничения способности к передвижению должна быть указана в индивидуальной программе реабилитации. Сама процедура регистрации транспортного средства не займёт много времени. Срок ожидания, по информации пенсионного фонда, не будет превышать 15 минут. В случае, если у вас регистрация не прошла транспортного средства, вы получили отказ, вы можете написать на адрес электронной службы поддержки пенсионного фонда, где с вами свяжутся и скажут о дальнейших действиях. Если у вас есть документы, подтверждающие то, что вы имеете право, соответственно, можно послать копии документов на этот адрес, и всё исправят, и потом вы сможете зарегистрировать свои транспортные средства. Для получения более подробной информации о порядке регистрации автомобиля можно обратиться в справочную службу отделения пенсионного фонда по Ульяновской области по номерам 8 8620 388 или 427272. Также с 2021 года для водителей стали доступны аптечки нового образца. Теперь автолюбители могут собирать их сами, отказавшись от готового варианта. Впервые в набор включили две одноразовые медицинские маски. При этом комплектовать аптечку бактерицидными пластырями больше не требуется. Там добавляются маски, в первую очередь перчатки, вместо одной пары две пары жгут также остаётся, бинты, количество бинтов изменяется, увеличивается, количество пластырей, их размер тоже поменялся. И ещё, помимо этого, в старой аптечке были рекомендации по использованию, а сейчас привез инструкция по использованию этих аптечек. Дополнить обязательный перечень принадлежности дорожной аптечки водители могут по своему усмотрению. В кругу автолюбителей нововведение ещё не устоялось. Кто-то не осведомлён, кто-то относится двояко. Однако главный плюс, который уже успели отметить владельцы транспортных средств – удобство. Это, конечно, намного лучше, когда ты сам себе складываешь, например, какие-то препараты, без которых ты, например, жить не можешь. Это действительно полезно. Например, мне кажется, люди с сахарным диабетом обязательно что-нибудь положат себе в аптечку, потому что всякое бывает. Думаю, что надо было оставить как есть, потому что ещё придётся думать, что туда ещё собирать. С одной стороны, вроде бы хорошо, то есть то, что каждый сам волен что-то делать. С другой стороны, раньше, когда она была уже в каком-то, как сказать, в готовом виде, ну, как-то люди… Ну, ты её покупаешь и спокойно. А сейчас, ну, больше на совесть каждого водителя кто-то может будет экономить, хотя, с другой стороны, если есть там определённый перечень нужных лекарств, то, ну, каких-то там ещё средств, то, ну, наверное, проблем быть не должно. Вот у меня был прошлый набор. Там были плохие ножницы. Он был куплен в магазине. Они меня не устраивали. И я докладывал, соответственно, свои. Ну, не знаю. Я совершенно недавно стала автомобилистом, поэтому это изменение для меня совершенно незначительное. Я не знаю, не в курсе, что новая аптечка какая-то там появилась. Так что первый раз от вас слышу. Удобно новая аптечка или нет, покажет практика. Однако наличие средств для оказания первой медицинской помощи должны быть обязательно в транспортном средстве. Аптечки старого образца будут действительны до 2024 года или по истечению срока годности медикаментов, укомплектованных в них. Штраф за отсутствие аптечки составляет 500 рублей. Изменения внесены в процедуру технического осмотра автомобиля. С 1 марта 2021 года будет проводиться фотофиксация процесса техосмотра. Диагностические карты станут электронными. Появятся передвижные диагностические линии. Сотрудники госавтоинспекции отказываются комментировать изменения до их полного регламентирования.